Раскроют ли тайну века? Дональд Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди. И последние 19 тысяч из них сейчас в открытом доступе. Есть ли шанс, что теперь весь мир узнает об обстоятельствах громкого преступления? Дмитрий Анопченко выяснил это в Вашингтоне. Это преступление вот уже полвека остается одним из самых загадочных. Кто и почему убил Джона Кеннеди? И как хваленая служба безопасности могла это проглядеть? Или наоборот, сознательно проявила халатность? Ноябрь 63-го. Даллас, штат Техас. Глава государства смертельно ранен из винтовки, когда вместе с женой проезжал в президентском кортеже. Все документы по делу Кеннеди находятся сейчас вот здесь, в Национальном архиве США, в Вашингтоне. Сотрудники которого провели не одну бессонную ночь, сканируя бумаги. Ведь раньше они носили гриф секретности, доступ был крайне ограничен. Ну, а о том, чтобы снять ксерокопию хоть с какого-то листочка, даже речи не было. Рассекретить дело Кеннеди должны были еще в 92-м. Но Буш-старший побоялся. Распорядился спрятать документы от общественности еще на 25 лет. И переложил ответственность. Записав, пусть не он, а президент, который будет в Америке в 2017-м принимает решение. Таким президентом стал Трамп. Он и сказал публиковать бумаги. Последнюю порцию, 19 тысяч документов, обнародовали только сейчас. Понятно, что исследователям понадобятся месяцы, а то и годы, для того, чтобы не просто прочитать, а проанализировать все документы. Впрочем, есть неизвестные факты, которые уже сейчас выявили. С новой стороны открылись и убийца Кеннеди, Ли Харви Освальд. А среди бумаг доказательства его встреч с советскими разведчиками. И, что удивительно, человек, который уже через двое суток, якобы из мести, застрелит Освальда, Джек Руби. В рассекреченной части бумаг есть донесения, мол, очень похоже, что Руби заранее знал об убийстве Кеннеди. А значит, тоже мог быть частью заговора. И не мстить, как считалось, а просто убрать ставшего ненужным киллера. Есть и сообщение из Москвы. Оказывается, в Советском Союзе очень боялись, что США обвинят в убийстве КГБ. И нанесут ракетный удар по СССР. При беглом осмотре в бумагах не нашли ни одного факта, что убийца президента был агентом ЦРУ. А в это как раз верят сторонники теории заговора, убежденные, мол, сами спецслужбы Кеннеди и убили. Но скептики нашли контраргумент. Оказывается, еще в 80-е часть бумаг Кеннеди была утеряна. Не исключено, что намеренно. И, возможно, это как раз та часть, где и содержались все самые главные ответы. А это значит, есть вероятность, что даже если историки прочитают все до единого документы, рассекреченные Трампом, то до правды об убийстве Кеннеди все равно не докопаются. И в этом мире есть трагедии, причины которых навсегда останутся загадкой. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.